Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня в программе говорим о том, как же воспитывать новое поколение. Очень многие называют это поколение Z еще как угодно. Но главное, что мы с вами четко понимаем, это совсем другие люди, это совсем другие дети. Кстати, эту тему раскрыть я сегодня пригласила Новгородцеву Ирину, кандидата педагогических наук. Ирина, здравствуйте! Вот смотрите, все в один голос, сегодня даже спрашивала своих коллег, людей, с которыми встречалась, говорила о том, что программа будет называться, вот именно связана с педагогикой. И все говорили, на самом деле дети очень сильно отличаются от нас, когда мы были детьми. Это примерно возраст 45-50 лет, вот такие люди. Вы всю жизнь работаете с детьми. Вы знаете, как с ними находить общий язык. Вы тоже считаете, что это дети, сильно отличающиеся от нас, детей, которые были там в 20 веке? Да, несомненно, отличия есть между нами, уже выросшими в прошлом детьми, бывшими в прошлом детьми, и то поколение, которое растет сейчас, это поколение 2000-х, и даже это поколение уже минувшего десятилетия 2000-х годов. Дети, которые даже между собой, вроде бы прошло это всего 10 лет, но имеют именно отличия и психологические отличия, и, соответственно, это личностное отличие. И, конечно, методы и подходы, те средства воспитания, которые мы привыкли выбирать, помню еще, как нас воспитывали, мы переносим на уже этих детей, нового поколения. Однако эти методы не всегда подходят. Мы встречаем сопротивление этих детей, и, соответственно, родителям надо менять на свои концепции свои подходы воспитания детей нового поколения, детей 21 века. А родители говорят, нас, знаете ли, нигде не учили, как правильно воспитывать. Вообще, что такое воспитание? Воспитание – это, конечно же, процесс, очень длительный процесс, систематический, целенаправленный процесс. И вообще надо сказать о том, что воспитание – это глобальная категория педагогики. Это категория, которая относится к одной из ведущих категорий педагогики. Вообще их в педагогике три основных глобальных категории, ведущих, значимых категории – это воспитание, обучение и образование. Вообще, если говорить об этих категориях, они неразрывно связаны между собой. Допустим, если мы берём воспитание как процесс, обучение как процесс, мы не можем говорить о том, что мы только воспитываем. Воспитываем и обязательно обучаем. То есть нам надо показать, как сформировать то или иное личностное качество. Если мы обучаем, мы параллельно и воспитываем. Невозможно воспитать личность, не обучая и не воспитывая. Родители говорят, например, обучать мы отдали в дошкольное учреждение, в школу, что там научат. А вот школа сейчас говорит, а воспитывают у нас родители. Да. Здесь существует, наверное, такое из поколения, из года в год, такое противоречие между тем, кто должен воспитывать. Школа говорит о том, что это ваша прерогатива, это ваш ребёнок. Родители говорят о том, что нет, мы отдаём к вам ребёнка, вот начиная даже с дошкольного учреждения, учитывая, что у нас ещё есть и частные дошкольные учреждения, мы вам отдали ребёнка, вот они 12 часов, вы должны заниматься этим воспитанием. Как отмечают все ведущие психологи, ну и мы здравые люди должны, то есть мы понимаем, что родители, отдавая ребёнка в образовательное учреждение, не могут на него перекладывать все свои родительские обязанности, потому что воспитание в семье – это целая такая отрасль в педагогике, которая называется семейное воспитание. И поэтому те задачи, которые решает семья как основной такой глобальный институт, общественный институт, социальный институт, вот именно вот те зачатки формирования личности, конечно же, это несёт семья. А образовательное учреждение, вот эта вот совокупность, именно совместная деятельность, семья плюс образовательное учреждение плюс ребёнок – это вот такой треугольник, который решает все задачи воспитания. И в итоге должна на выходе дать хорошую, гармоничную, развитую личность. Ну вообще, если говорить о целях воспитания, то вот то, о чём вы сейчас говорите, это задача в широком смысле воспитания, да, сформировать гармонично развитую личность. И вот как раз хотелось бы сказать немножечко, наверное, о стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. И в частности, наш президент Владимир Владимирович Путин, он как раз отмечает, что стратегическим ориентиром воспитания подрастающего поколения у нас в нашей стране является именно формирование гармоничной личности и воспитания гражданина нашей страны. Вообще, отрадно отметить, что вот задачи, приоритетные задачи патриотического воспитания, и в частности, наш президент говорит о том, что приоритетной вот этой задачей является не только патриотическое воспитание, а гражданское и патриотическое воспитание. А это возможно, конечно же, только вот в этом единстве семья, школа и ребёнок. Ну или вообще дошкольные учреждения и вуз, несомненно. Ирина, скажите, с какого возраста вообще процессы воспитания должны интересовать и родителей? Ну, я не знаю, ребёнка, наверное, вообще-то не интересует нисколько. Это, наверное, больше тогда, когда уже проявляются моменты интереса, да? Ну, вообще, я, наверное, сейчас скажу такую банальность, это вот знаменитая всем вот эта вот притча, восточная притча, когда к мудрецу обратилась женщина, и говорит, когда же не надо воспитывать своего ребёнка? Он сказал, что вы опоздали на 9 месяцев. 9 месяцев, да. Ну, это вот всем известная такая притча, но она действительно отмечает самое основное в воспитании наших детей, что мы не можем сказать, когда начинать воспитывать, в 1 год. Нет, давайте подождём, будем воспитывать в 3 года. Но он ещё не пошёл в школу, давайте начнём воспитание в школе. Воспитание начинается вот с самого первого момента, когда кто-то говорит о том, что существует понятие пренатальной педагогики, то есть воспитание должно начинаться уже с момента, когда ребёночек, плод, да, начинает слышать, различать звуки. Это 5-6 месяцев через околоплодные воды проводится, через вибрацию воды проводится звук. Кто-то говорит о том, что начинаем, будем воспитывать ребёнка. Когда он появится, вот он на свет, кто-то ждёт, когда он начнёт ходить. Здесь, конечно же, надо начинать с самого маленького возраста, потому что, как отмечал выдающийся педагог всех времён и народности, 17 век, Яна Москаменский, что воспитывать надо с самого маленького возраста и лучше, чем понятие материнского воспитания, материнской школы. Никто ни в какие века ничего придумать не может. То есть воспитывать надо именно, так как конечная цель воспитания – это формирование личности, а сюда входит это качество личности, сюда входит убеждение, это мировоззрение и ценности. А это закладывается исключительно только в семье и начиная с очень маленького возраста. Вот, кстати, о ценностях. Например, ценности, которые были в XIX веке, они не всегда были понятны детям и людям XX века. Теперь у нас с вами на дворе XXI век. И когда, например, я разглядываю чёрно-белые фотографии, смотрю немые фильмы, ребёнок, 15-летний, подходит и говорит, «Мам, ну это же нафталин». Всё это сейчас просто нафталин. А хочется, мне-то хочется рассказать про свои чувства, что я испытывала, когда смотрела эти фильмы, смотрела эти фотографии. Как межпоколенческий диалог настроить и в этом диалоге слышать друг друга? Это ведь тоже вопросы воспитания, да? Да, конечно. Так как мы говорим о том, что всё-таки ведущей такой социальной ячейкой является или таким социальным образованием является именно семья, и у нас именно в России проживают на одной территории, на одной площади сразу несколько поколений. Отсюда возникает вот этот конфликт, межпоколенный конфликт. И вот та проблема, которая существует между поколением, это дети и прародители, это бабушки, дедушки, несомненно, они несут вот те именно ценности воспитания, или даже не ценности, а средства и методы воспитания, которые были вот когда-то тогда, без учёта тех изменений, которые существуют сейчас у нас. То же самое, вот тот же самый такой порочный треугольник попадают родители, мамы и папы. Потому что вот так, как мы сегодня говорим о детях 21 века, это дети, которые воспринимают мир через разные цифровые носители, которые воспринимают мир, вот общение, которое, вот это как раз одна из проблем, общение, которое сведено именно к общению через вот эти электронные, опять же, носители. И поэтому дети, современные дети, в отличие от нас, они воспринимают информацию окружающего мира очень быстро, мгновенно. И начиная уже вот с маленького возраста, к чему, опять же, приучают сами молодые родители, когда ребёнку и полутора лет, и двух лет, и трёх лет, они дают те же самые планшеты, дают сотовые, и ребёнок воспринимает через эти носители информацию, и его мозг, он строится таким, выстраивает восприятие информации таким образом, что он моментально научается перерабатывать эту информацию. То есть он берёт из неё очень-очень быстро и цепко только то, что надо ему. Фрагментарно, да? Да, фрагментарное такое восприятие. Мы, родители, и тем более бабушки, и дедушки, они привыкли воспринимать информацию, добывать информацию со всем иным способом. То есть через... я возьму, почитаю, я возьму, обработаю, мне надо на это время, а все вот эти электронные носители, они отходят немножечко для нас на второй план. Но я здесь не буду говорить о родителях, там, 25-летних, там, даже 20-летних молодых родителей, которые тоже достаточно рано окунулись в мир вот этих электронных носителей. Да, они понимают своих детей, дети понимают иногда родителей. То есть получается, что вот более взрослому поколению, которое не так лихо, я бы сказала, вошло в этот современный информационный мир цифровой, мы всё-таки видим цельными образами, а не фрагментарными. И в итоге получается, что вот мне, например, кажется, что вот книгу, например, какое-то произведение мой сын прочитал, ну, он, понятно, по диагонали прочитал, и ему кажется, мам, ну, о чём там ещё вообще говорить? Это же всё понятно уже, да, Анна Каренина, мама, это не современная девушка, да, она бы тут просто не выжила бы в наше время с такими ценностями. А мне кажется, что вот это ещё упустил, вот это упустил. И в итоге получается, что у меня остаётся ощущение какого-то такого осадка, что вот самое важное это, да, и не прочувствовал. А у него ощущение, что, ну, слушайте, родители, педагоги, вы просто прикопались, я всё понял уже давным-давно, а вы ещё всё мне ещё рассказываете про ценности того или иного времени или там важность этого героя. Вот как вот в этом случае быть или нам, родителям и педагогам, просто успокаиваться и говорить, ну, да, каждый из детей вот сейчас возьмёт то, что он должен взять, или всё-таки пытаться донести свои вот эти мысли, размышления, видения? Наверное, прежде чем ответить на ваш вопрос, мне хотелось бы, наверное, ещё отметить, какие ещё существуют проблемы. Опять же, родители и дети, современные, да, наши детки. Во-первых, надо учитывать, что поколение, там, 40-летних, да, 50-летних, даже, наверное, там где-то 30 с небольшим лет родителей, была какая-то, вот знаете, как направленность на что-то, на достижение какого-то идеала, на достижение цели в этой жизни. Какая-то сфера задача должна была быть в нашей жизни. Дети, они, пожалуй, живут в режиме таком, что вот есть образовательное учреждение, твоя цель, да, закончить там школу, сдать ЕГЭ и так далее. То есть вот в чём-то, наверное, и мы, родители, вот идя за требованиями современного общества у детей, либо не формируем сами у них вот эту цель, да, то есть мы своими руками, идя вот за требованиями времени, мы лишаем наших детей формирования цели, свои цели в жизни, да. И поэтому вот эта вот жизненная линия или жизненный путь человека, которого мы воспитываем, мы формируем у него ценности, мы формируем у него эти убеждения, но мы лишаем его формирования собственной цели в этой жизни. Вот в этом ещё одна проблема. И поэтому у ребёнка всё очень минимизируется в этой жизни. Ещё какая, наверное, проблема, так, это вот ценности, о которых мы говорили. Всё-таки один из конечной вот этой цели воспитания — это формирование ценности. Понятно, что ценности жизни, они достаточно иерархичны, они могут меняться, зависеть от возраста. Какие-то цели переходить на другую, стать для нас более важными, другие, что мы достигли, отойти на второй, на третий план. И вот одна из проблем воспитания — это, наверное, ценности современных детей, они стали носить более такой потребительский характер. И опять же, это требование времени, и родители опять же погружены, да, вот в реалии нашей современности, и в результате, что наши дети имеют. Вот это потребительство. Потребительство. Да, потребительские качества развиты. Хорошо, конечно. Но хорошо, если, опять-таки, да, возвращаясь немножко к прошлому, говорят, что если раньше можно было там грамотой тебя мотивировать, там ещё что-то, да, то теперь дети говорят, ну, да зачем мне вот эта грамота, благодарственное письмо? Меня это не интересует, вот мне бы конкретно что-нибудь, да, там, о чём я мечтал, вот чтобы эта мечта осуществилась. Как решать вот эти проблемы, которые мы только что озвучили? Если мы, опять-таки, берём с вами семью как институт развития. Да, да. Ну, вот это как раз о том, о чём говорили, да, потребительское. Такое немножечко отношение. Здесь надо, опять же, да, учитывать, ну, во-первых, формирование мотивации. Да, зачем тебе это надо? Опять же, кто может стать примером? Родители. Родители. Только родители в собственной семье. И вот чем старше ребёнок, тем может сильнее, да, вот, обесцениваться. Вот тебе, папа, зачем это надо? Или там тебе, мама, зачем это надо? Вы старались, старались там. Ну вот, и там у тебя есть рационализаторские предложения, что-то от этого имеешь. Зачем тебе это надо? Ну, прям мир самого родителя, он всегда был и будет на первом месте. И отношение самих родителей к тому, что непосредственно они делают, будет являться, и всегда являлось и будет являться таким мотивирующим движением. То есть отношение родителей к тому, что я это сделал, я получил конкретный результат, твоё отношение к тому, если сами родители обесценивают вот этот конечный результат отношения ребёнка, оно точно так же будет соответствующим. Следовательно, опять-таки, начинаем с самого себя, да, как с родителем. Да, главная идея современного воспитания – начни с самого себя. То есть у родителей мы направляем свои воспитательные воздействия на ребёнка, у родителей формируется определённое ожидание по отношению к своему ребёнку, но родитель-то он стоит на одном месте. Поэтому, что бабушки, дедушки, если они заинтересованы в хороших отношениях со своими внуками, точно так же родители, такая вот цитата сейчас вот такого современного воспитания, да, я не справляюсь с собственным ребёнком. Да, часто мы слышим это. Да, такая цитата. Поэтому в любом случае необходимо начинать с самих себя, на что мне сделать для того, чтобы изменить свои взаимоотношения с ребёнком. И чем старше ребёнок, тем более если это ребёнок пубертатного возраста, это подросток, то вот это аннотации, это вот жёсткий контроль, это то, что и 10 лет назад, и в конце 20 века, то, что отдаляло всегда детей. Ну и вот ещё хочу сказать, что одна из, наверное, даже это и проблемы, как метод, метод, да, это отдаление детей и родителей друг от друга, дефицит общения. Дефицит общения, вот об этом я тоже хотела поговорить. Дело в том, что часто тоже женщины, например, говорят, ну я его там и об этом спросила, и об этом, в итоге как об стенку горох, потому что он закрылся, там, ну ребёнок, например, там, да, девочка, мальчик, независимо, да, и такое ощущение, что всё, уже вырос мой ребёнок, и я никак не могу повлиять на него. Вот это ощущение беспомощности, да, как в таких случаях поступать родителям, которые, тем не менее, готовы воспитывать своего ребёнка, готовы с ним взаимодействовать? Да. Здесь надо, опять же, доучитывать возраст, обязательно возраст. Ребёнок дошкольного возраста, он очень открыт в коммуникации. И очень важно, чтобы родители сами не упустили вот тот момент, они отгородили от себя ребёнка, потому что, опять же, мы говорили, да, про эти электронные носители, я заменяю общение посредством чего-то. У ребёнка формируется понимание того, что я могу пообщаться с кем-то другим, да, через какой-то носитель. Да, через этот мир, с этим миром, и вообще родители не так мне интересны. Да, поэтому здесь вот в этом возрасте очень важно переходить на уровень взаимодействия с ребёнком, не только банальные вот эти вопросы, традиционные вопросы, что делали в садике, да, что вы сегодня лепили, а у тебя хорошо там получилось, а у Ванечки пень, а, всё хорошо, да, то есть на этом мы завершили. Надо ловить вот этот момент детей дошкольного возраста, когда у ребёнка огромное желание поделиться тем, что с ним происходит, то есть формировать у ребёнка коммуникативные навыки. У детей, которые учатся в школе для того, чтобы… То есть мы заменяем, опять же, свою беседу, а как уроки, что получил, ты пообедал, сделал ли уроки. И у ребёнка формируется понимание, как будто бы родители не интересуются его внутренним миром. Поэтому чтобы общение с ребёнком не сводилось, да, вот только… Да, какие-то физиологические функции, да? Да, да, и интересом. То есть у ребёнка, подростка формируется впечатление, что моих родителей интересует только лишь то, как я обучаюсь, больше ничего. И вот если такие вопросы, они превалируют в начальной школе, и они потом точно так же переходят в среднее звено, у ребёнка формируется как раз понимание того, что мой внутренний мир и я как личность, я не интересен своим родителям. И потом, когда в подростковом возрасте родители начинают понимать, что что-то с ребёнком не то, чем живёт и чем интересуется мой ребёнок, а достучаться-то мы уже не можем, потому что у ребёнка формируется восприятие родителей только вот… вам было интересно вот это, это в моём возрасте, сейчас всё, да? Теперь я вас уже не пущу глубоко к себе в душевную конституцию, да? Да, и надо понимать, что всё-таки период подростничества – это как раз тот возрастной период таких тайн-секретов, тайн-секретов, которыми он может делиться только исключительно со своими… С верстниками. С верстниками, да, с друзьями. Ну или великолепно, если, например, есть поколения более старше, там, бабушки и дедушки, да? Потому что встречались в практике такие случаи, когда подростки приходили и говорили, да, я могу это рассказать дедушке, но ни в коем случае не родителям, да, ни в коем случае. Хорошо. То есть, получается, самое главное, вот с рождения, да, эту ниточку, которая нас связывает с ребёнком, её никогда не потерять, даже когда он уже закончил школу, поступил в институт, и тем не менее мы проявляем друг другу интерес, тем не менее мы, если нужно, поддерживаем друг друга, да? Да. Чтобы вот эти общечеловеческие какие-то такие моменты, они никуда не девались из нашего общения. Хорошо. Знаете, здесь ещё хочу отметить такой момент, всё-таки, если мы говорим о воспитании как о процессе, это процесс непрерывный, он не может начаться стихийно. Мама не может уйти в отпуск. Да, и он не может завершиться только тогда, когда мы посчитаем нужным. Воспитание, оно, конечно, в каждый возрастной период мы закладываем определённые черты, это несомненно. Допустим, если мы берём детей дошкольного возраста, это тот золотой период, когда мы можем заложить вовнутрь ребёнка такие драгоценные качества личности, как эмпатия, да, вот умение сопереживать. Сопереживание. Попробуйте потом, допустим, если ребёнок вырастает, у подростка это сформировать. Это невозможно. Поэтому умение сочувствовать, уметь пожалеть, вот именно искренне, потому что именно дети дошкольного возраста, в отличие от нас, от взрослых, умеют настолько искренне сопереживать, жалеть, обнимать. И вот эти драгоценные качества надо уметь заложить и сохранить в ребёнке потом, когда он вырастет. Потом, когда ребёнок уже идёт в начальное звено, младшие школьники, мы формируем такие замечательные качества, ведь как и трудовые качества. Трудолюбие. Потому что, да, потому что что такое... Взаимопомощь, выручка. Да, учебная деятельность для ребёнка начальной школы – это труд. Да. И у ребёнка ничего нет, как только ходить в школу. Это для него появляется новая обязанность. Он получает оценки. Это как наша, извините, да, зарплата. Награда. И поэтому вот это трудолюбие тоже у подростка потом сформировать бывает уже очень сложно. А тянется это всё как ниточкой, начиная с дошкольного возраста, когда ребёнок берёт там тряпочку, там пылесос, пытается что-то сделать, постирать носочки. И всё это закрепляется уже младше в школьном возрасте. И вот здесь нужно поддерживать, да, все эти проявления лучше. Да, да, и воля. И, конечно, это волевые качества. У подростка мы это уже потом всё закрепляем. И итогом воспитания мы уже получаем у подростка, это его формирование, мировоззрение. А дальше, когда мы становимся взрослыми, этот процесс воспитания, он продолжается на работе, в трудовом коллективе. Точно так же это взаимодействие в любых учреждениях, да, куда мы приходим. Ну, в социальных связях каких-то, да, это всё тоже процессы воспитания. Отлично. Вот сейчас представляю себя, что, значит, сколько живёшь, столько себя и воспитываешь. И, конечно же, потом уже своих собственных детей, да. И они тоже, глядя на нас, понимают, что этот процесс очень увлекательный. Недаром говорят, что иногда дети воспитывают нас, потому что, смотрите, да, хочется иногда там расслабиться, как вы сказали, там, мама в отпуске, не буду никого воспитывать, не буду никого строить, всё у меня будет, вот как вот хочу, вот так вот. Вот тут вот, не буду ничего сегодня делать, да. А ребёнок приходит и говорит, мама, что случилось, да? Давай я сейчас игрушки помогу тебе собрать. Ты что, себя плохо чувствуешь, да? Да, воспитание, вот если вот мы в самом начале с вами говорили о том, что воспитание как категория, ведущая категория педагогики, она тесно связана с обучением, образованием. Вот если мы берём процесс обучения, он, это процесс взаимодействия. Учитель, преподаватель, воспитатель, да, одним словом, педагог, он оказывает воздействие на ученика. И точно так же ученик даёт ему обратную реакцию, да, ответную вот эту реакцию, для того, чтобы педагог мог понять, насколько процесс обучения идёт планомерно и целенаправленно, да, какой результат, конечно, я получу. Воспитание строится аналогичным образом, вот то, о чём вы сейчас говорите. Невозможно, то есть мы, опять же, если здесь берём и стиль воспитания, допустим, да, если это стиль авторитарный, ну, насколько тогда это будет такая двухсторонняя связь. В этом случае будет только один объект, это будет только родитель. И вот вопросы вот межпоколенного вот этого взаимодействия, вот ещё один чудесный метод, это как раз вот эта рефлексия, или саморефлексия родителей. Потому что когда мы чувствуем, да, вот родители часто и задают вопрос, а хорош ли я воспитатель, а так ли я воспитываю, какой будет мой ребёнок, ведь я хочу, чтобы он был, главной идеей моего родительского воспитания, чтобы вырос просто хороший человек, и больше мне ничего не надо. Чаще всего так и говорят, да. Да, да. И поэтому здесь уже родители используют эту как метод воспитания, рефлексию, они могут проанализировать, что он делает. Ну, а ребёнок, чтобы мы получили вот эту ответную реакцию, ответное действие, увидели, а так ли я воспитываю хорошего человека, вот это и будет такой взаимный процесс. Вот это и есть воспитание, да? Да. Хорошо, можно ли у нас совсем немного времени осталось? Ирина, порекомендуйте нам, так как у нас программа называется «Практическая психология», какие-то такие практические прямо моменты, на которые можно уделить внимание, обратить внимание и использовать в своей родительской, детской... Да, сегодня мы уже, кстати, называли очень много этих методов, но самое простое, да, это взаимодействие на равных. То есть партнёрские, да? Партнёрские, да. То есть я вижу в своём ребёнке личность, я вижу в нём человека, который может иметь и слабости, он может показать мне... Свои эмоции. Конечно, я это допускаю. Я это принимаю. Я это принимаю обязательно. Я не начинаю сразу же там какие-то свои эмоции, да, эмоционировать. Да, вот исходя вот из этого как раз, из этой рекомендации, это в общении родителей ребёнка должно быть взаимное уважение. Без взаимоуважения не может быть воспитание. То есть нельзя требовать, чтобы тебя ребёнок уважал, а ты при этом можешь его игнорировать, да? Да, я могу тебя унижать, оскорблять, но при этом я от тебя требую уважения к себе. Это неприемлемо. Конечно, авторитет родителя будет автоматически падать, его не будет. Следующее, что ещё можно порекомендовать. Об этом уже тоже говорили. Родители, взрослые, бабушки, дедушки – это воспитание самого себя. Мы не только в ребёнке видим, да, бревно в глазу, но обязательно должны у себя увидеть те качества, которые мешают нам устанавливать взаимное доверие, уважение по отношению к собственному ребёнку. То есть получается, что если тебя что-то не устраивает в твоём ребёнке, то ты сначала посмотри, а про что это для меня? Дальше. Детей надо уметь убеждать. Не авторитарно ты обязан это делать, ты должен убедить его. Не заставлять, да? Убедить. Почему он должен? Это как раз в вопросе мотивации, вот о чём мы тоже с вами говорили. Потому что дети действительно спрашивают, а почему я это должен? Кто это сказал, что это должен? Для чего мне всё это? Ну и существуют разные виды убеждений. Одно из них как раз это поддерживающее убеждение, которое мы можем использовать в общении со своими детьми. А расскажите, как это? Например, допустим, если ты повторишь три раза подряд текст, ты его уверенно запомнишь. Так. Или, например, ещё там, если ты будешь планировать свой день, представь, ты в три раза быстрее всё это успеешь сделать. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о таком понятии, как родительская компетентность в воспитании. И поэтому для того, чтобы с детьми устанавливать хорошие взаимоотношения внутри семьи, родители должны воспитывать в себе компетентность. Например, самая простейшая – это информационная компетентность. Для того, чтобы показать, что я тоже интересуюсь, а научи меня, а покажи, да, как это делать. И вот так тогда дети становятся нашими учителями, да? Да, конечно. Великолепно. Ну что, мы завершаем сегодня программу. Это была практическая психология. Сегодня с Ириной Новгородцевой, с кандидатом педагогических наук, мы говорили о том, как же воспитывать современных детей. Они другие, они порой бывают лучше нас. И, наверное, всегда лучше нас. Но, тем не менее, старые законы педагогики никуда не деть. Конечно же, много что меняется, и мы меняемся вместе с этим миром. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Всем добра, счастья и любви. Берегите друг друга. До свидания. Практическая психология Продолжение следует...